Очередное заседание регионального правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский начал с поздравлений. Во-первых, с очередной победой российской сборной по футболу, во-вторых, с юбилеем губернии. Сто лет назад была образована наша губерния. Я думаю, что если мы с вами, засучив рукава, будем работать, последовательно, целеустремленно, самоотверженно, уверен, что сможем вместе вернуть нашей области былое величие и сделать так, чтобы люди действительно почувствовали, что их жизнь улучшается. Я прошу вот каждого на своем рабочем месте об этом задуматься и именно так и работать. На заседании обсудили тему охраны окружающей природной среды. Несмотря на то, что Ивановская область в экологическом плане является стабильным регионом, болевых точек, как отмечают в правительстве, достаточно. В первую очередь речь идет о территориях с накопленным экологическим ущербом. В основном это брошенные объекты химической промышленности. В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлена заявка по 11 объектам накопленного ряда, находящимся в Южском, Комсомольском, Юрьевском, Юрьевецком и Заворском муниципальных районах. Но при этом шанс получения субсидий федерального бюджета возникает после внесения объектов накопленного ряда в соответствующий государственный реестр. И только при наличии проектно-сметной документации, а также возможности софинансирования. Вот из 25 объектов только у четырех сегодня имеется разработанная проектно-сметная документация. Как рассказывают представители движения «Народный фронт», экологические проблемы в числе прочих выходят на первое место. Требования о праве на чистую воду и незагрязненный воздух все чаще звучат от жителей региона. Есть запрос населения, которое не хочет жить в грязном месте, хочет, чтобы вопросы сразу же были решены. Самое главное с ними найти контакт, коммуникация. Станислав Искресянский согласился, что необходимо более активно работать с общественными организациями. И детально разбираться в каждой ситуации. Более того, по его мнению, ничего нельзя скрывать от жителей. Основные источники загрязнения хорошо известны. Это промышленные предприятия и объекты сферы ЖКХ. Мы будем внимательно смотреть, каким образом инвестиционные программы наших предприятий ЖКХ направлены на решение задачи в своей экологии. Это первое. Второе. По предприятиям к нам приходят инвесторы. С ними надо работать. Работать самим, лично помогать. Смотреть, во-первых, насколько нашим экологическим требованиям соответствуют инвестиционные планы того или иного инвестора. А во-вторых, помогать, в том числе, подбирать подрядчиков. Негативное воздействие на окружающую среду оказывают и автомобили. Выход из такой ситуации – строительство объездных дорог вокруг областного центра. Один из таких проектов – строительство восточного обхода – планируют возобновить. Эта работа сейчас очень интенсивно идет в Министерстве транспорта. Пока ограничусь такой фразой, это вселяет определенный оптимизм. Это будет все, но не быстро, но думаю, что совместными усилиями мы с вами эту ситуацию доведем. Действительно, эта дорога нужна области, эта дорога нужна городу, потому что она разгрузит абсолютно верно от угрозового транспорта, прежде всего. Всем она нужна, и действительно, она экономический стимул даст в целом Ивановской области для развития. Сейчас мы занимаемся, так сказать, пробиванием этой дороги, пробиванием денег для этой дороги. Не обошлись стороной на заседании тему мусорной реформы. Прошел год, но далеко не все проблемы с вывозом твердых бытовых отходов решены. Многие губернаторы, мои коллеги, говорили, мы смотрим, что у вас там, мы будем очень аккуратно в ведении такой мусорной реформы. И вы знаете, что мы с вами вместе в ноябре-декабре фактически тушили пожары в прямом и переносном смысле, исправляли ситуацию, был подготовлен специальный план, он практически полностью реализован. Но эта тема, безусловно, остается у меня во внимании. Я, когда встречаюсь с жителями, всегда мы эти вопросы обсуждаем. Что-то стало лучше, что-то не исправилось, к сожалению. Поэтому там еще работать и работать. Вопрос о переработке мусора на заседании тоже был задан. Но, по мнению в Рио главы региона, разговоров о таких проектах много, а вот реализованных и доказавших свою эффективность в стране практически нет. А для экспериментов сейчас не время. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Составляет всего лишь 6 миллионов рублей.